Ульяновская область Непогода продолжается. Мощный циклон всю неделю бушует в регионе. В МЧС передают ухудшение погодных условий. Тем временем на уборку снега вышли коммунальщики. 80 единиц техники очищают тротуары и улицы частного сектора расширяют автодороги. По информации городской администрации, еще столько же тракторов работают во дворах. За день дорожники успевают использовать больше 100 тонн песко-соляной смеси и около 20 тонн твердого реагента. Основной акцент делаем на остановке, пешеходные переходы. По всем районам убираем кучи с остановок и пешеходных переходов. Жители одной из частей села Томылова оказались отрезанными от объектов жизнедеятельности. Все из-за того, что в конце года обрушилась деревянная переправа через реку, связывающая две части села. Строители уже конструируют новый железобетонный мост. Подробности в нашем материале. Старый деревянный мост через реку Томыловка служил верой и правдой местным жителям около 60 лет. Но когда в конце 2019-го по мосту проехал больше груз, сгнившие сваи не выдержали. Мост рухнул, а жители одной части села остались отрезанными от цивилизации. Переправа соединяла восточную и западную часть улицы Луговой. После обрушения моста до жителей не могли добраться экстренные службы и машины с продовольствием. К счастью, власти отреагировали быстро. В селе ввели режим чрезвычайной ситуации, обустроили временную дамбу и начали разработку нового железобетонного моста. С разработки проектно-сметной документации подрядная организация в декабре 2019-го приступила к восстановлению моста. По окончанию работ запланировано на февраль 2020-го года. Новая переправа, по словам строителей, выдержит до 60 тонн, а значит, большие грузы ей не страшны. Мост протяженностью 20 метров оборудует барьерными ограждениями. Стоимость работ составила чуть более 5 миллионов рублей. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. Близится 9 мая – самый значимый и любимый праздник для всей страны. В Ульяновской области разрабатывают дополнительные меры соцподдержки ветеранов, которые люди получат до Дня Победы. К примеру, в течение праздничного месяца все пенсионеры смогут проехать на общественном транспорте бесплатно. Наталья Чумаченко подробнее. Городские власти предложили сделать бесплатный проезд на электротранспорте для всех пенсионеров Ульяновской области в течение мая. Напомним, что с 1 января этого года бесплатно ездить на общественном транспорте могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, обладатель знака «Житель блокадного Ленинграда» и бывшие узники концлагерей. Предложение озвучили на совещании по обсуждению мер социальной поддержки ветеранов. Есть предложение, Сергей Иванович, потому что затраты здесь будут очень серьезные, с тем, что в мае месяц их 161 тысяча пенсионеров в городе Ульяновске объявить бесплатный проезд для всех пенсионеров, проживающих на территории города, ну, как мы вчера говорили, и пенсионеров Ульяновской области. В Ульяновской области проживает порядка 12 тысяч ветеранов, которые требуют заботы и внимания. Соцзащита проводит обследование всех героев войны и труда, чтобы понять, какие дополнительные меры региональной поддержки требуются пожилым людям и их родственникам. Главной задачей нашего Министерства семейно-демографической политики и социального благополучия – это, конечно же, чтобы ни один ветеран Великой Отечественной войны не остался без внимания. И сейчас идет тотальное обследование жилищно-бытовых условий граждан, вплоть до выявления проблем, которые есть у семей ветеранов, их детей, внуков и так далее. Глава региона, в свою очередь, отметил, что праздник Победы должен прийти в каждый дом, где проживает ветеран. Вот мы рассуждаем, а если мы сделаем каждому свидетелю войны знамя Победы, знамя Победы в каждый дом. Здорово, ведь реально, так сказать, останется на памяти. И внуки, и дети, и правнуки, значит, это никуда не будут храниться. Кроме федеральных выплат, защитники страны, вдовы, дети войны, несовершеннолетние узники фашизма и остальные категории ветеранов должны будут получить региональную поддержку в виде продуктового набора и денежных средств, а также памятные подарки от муниципалитета. Поздравлением героев в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне присоединятся предприятия, школы и общественные организации. Я тоже дитя войны. Я помню очень хорошо, когда война окончилась 9 мая, вы знаете, это было что-то. Вот незнакомые, чужие все обнимаются, целуются, радуются. Жизнь была тяжелая, голод и так далее. В Ульяновской области разрабатывается обширная культурная праздничная программа для ветеранов. В каждом парке, сквере, на центральной площади будут звучать слова благодарности этим людям от нынешнего поколения за мужество, подвиги и самопожертвования ради свободной жизни великого народа. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Олправда ТВ. В Ульяновске готовится перестраивать работу органов местного самоуправления. О приведении работы органов власти к единой системе говорил и президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Что готовят в Ульяновске в нашем материале. Вот уже почти 10 лет на территории региона успешно работает Совет региональных местных властей и сообществ. На очередном заседании Совета обсудили реформирование местного самоуправления. В первую очередь прозвучало предложение прописать Совет региональных и местных властей в Уставе Ульяновской области. Что хотелось бы отметить, что не просто существует этот орган, существует у нас и соответствующая нормативная база, но она должна, на мой взгляд, быть. И мы поддерживаем ваше предложение, Сергей Иванович, в том, что она укреплена, и статус дополнительный необходимо придать, легализовать, так сказать, как юристы используют эту терминологию, и закрепить этот институт в соответствующем, в самом важном документе, это у нас Устав Ульяновской области. Все участники заседания получили для ознакомления предварительную схему деятельности Совета. В ней ключевая роль отведена Бюро Совета. В этой связи основной задачей в 2020 году станет, может быть, не совсем правильное слово подобрал, такая реновация и организация работы в межсекционный период, такой вот старой, новой, можно так сказать, структуры Бюро Совета. Ее составы должны войти. То есть это постоянно действующий орган, который будет работать у нас на более профессиональной основе. Члены Совета высказали свои предложения по эффективности работы, в частности, как будет избираться местная власть, в том числе глава администрации либо городского округа. Я считаю это очень правильно, наверное, если кандидат на будущую должность главы администрации района или городского округа будет представлять на замещение вакантной должности свою программу, эта программа будет обсуждаться среди населения, депутатского корпуса, это будет распространяться в информационных сетях, то это будет, наверное, правильный подход, потому что кандидаты могут предлагать разные программы для развития своей территории, это очень важно. И сегодня хотелось бы вместе с главами администрации, специалистами, обсудить вопрос качества реализации данных национальных проектов и полного взаимодействия региональных органов власти и органов местного самоправления при реализации этих национальных проектов. Все эти предложения были поддержаны Советом. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Новости Улправда ТВ. В ходе рабочей поездки в Павловский район губернатор Ульяновской области Сергей Морозов встретился со священниками Барышской епархии и посетил восстанавливающийся Воскресенский храм. Вопросы были разные, от помощи в ремонте церквей епархии до духовного воспитания молодежи. Мои коллеги подробнее. В Павловском районе восстанавливают Воскресный храм. Это первое место, которое посетил губернатор во время рабочей поездки в Павловку. За время восстановления храма проведена колоссальная работа. Аварийный дом культуры начал обретать свои первоначальные черты храма, который был построен князем Николаем Аболенским. Еще в 1827 году убрали все лишнее. Построили колокольню и барабан, поставили окна и дверь. Все это стараниями благотворителей и простых верующих. Узнав о том, что этот храм будут восстанавливать, губернатор сам возглавил попечительский совет. Основная часть кровли с помощью фонда Гори Добро. При вашем содействии большое спасибо. И оставшаяся часть кровли при помощи партии. Большое спасибо. Совсем другой вид. Народ воспрямил Ваду. Радует всех. Впереди внутренняя отделка, отопление, благоустройство. Священники настроены более чем решительно. В позапрошлом году на сводках алтаря храма проявлялись облики архангелов Михаила и Гавриила. Они то появляются, то исчезают. В том числе и в связи с этим стоит вопрос. Восстанавливать старую внутреннюю роспись храма или заказывать новую? Можно, конечно, что-то поставить, но опять-таки, как говорят художники, легче заново написать, что сидеть говорят. После экскурсии по стройке попечительский совет переместился в Павловский центр культурного развития. Наряду с вопросами восстановления храма поднимались и другие насущие темы. Развитие Барышской епархии – главная из них. Развитие епархии у нас заключается в том, что зачастую у нас в основном деревенские епархии. И несильные приходы, так скажем, немногочисленные, нам не позволяют проводить те молитвенные дома, собрания, где могли бы собраться приходы, где могли бы собраться все вместе, помолиться. Сейчас в епархии множество храмов восстанавливаются или строятся. Есть и глобальные проекты. Например, храм «Живоначальные Троицы» в селе Пятино Индинского района. Это не только старинный храм, но и полноценный объект культурного наследия. Для его восстановления в крошечной Барышской епархии нужна помощь государства и спонсоров. В Пятино, там, отец Адриан восстанавливает очень большой, замечательный храм. Есть легенда, что этот храм должен был стоять в Синдирске, но, так скажем, наши ученики будут перетрублены. На встрече разговор шел не только о том, какая необходима поддержка по строительству и ремонту храма, но и о духовно-нравственном воспитании молодежи. И здесь уже помощи попросили власти, хотя епархия уже давно активно ведет работу в этом направлении. На территории действует несколько подростковых спортивных клубов. Там ребятам вместе со спортом прививает и духовную составляющую. Записав все просьбы, губернатор обещал по мере возможности оказать помощь епархии. Все будет зависеть в первую очередь от самих священников и людей, которые им помогают. В Ульяновске сформировалась сборная региона по спортивной борьбе «Панкратион». Вакантные места в команде заняли призеры и победители чемпионата и первенства области. В турнире приняли участие больше полутора сотен спортсменов из пяти районов области. За всю историю федерации «Панкратиона» в Ульяновской области это пусть и не самый массовый, но уж точно самый представительный турнир. Десять клубов из пяти районов региона. Много новичков, что не могло не порадовать организаторов. Турнир получился достаточно масштабный. Очень приятно, что в этом году к нам Корсун присоединился, то есть еще один регион Ульяновской области. Соответственно, Барыш, Корсун, Старая Майна и мы. То есть с каждым годом количество участников растет. Единственное, хотелось бы, чтобы больше выступало в чемпионате, было бы как можно больше взрослых. Краткий инструктаж по правилам и в бой. В этом году регламент проведения поединков немного ужесточили. За грубые нарушения правил – дисквалификация. И это верно, учитывая, что возраст участников начинался с 8 лет. Самых маленьких поддерживали больше всех. В основном – близкие и родные. Например, мамочки с мобильниками. Обязательно тренер. В особых случаях и судья соседнего ковра прибегал. Турнир проводился в двух разделах панкратиона. В более жестком разрешались удары руками в голову, в более мягком запрещались. Даже учитывая то, что на турнире было много новичков, практически все схватки выглядели равными. Первое общекомандное место в чемпионате занял клуб «Пересвет» из Барышевского района. Его представители взяли 19 медалей, 5 из которых золотые. А лидеры клуба – Кирилл Ларин и Трофим Мемешев – и вовсе не испытали никаких трудностей. Сейчас перед нами главная цель и задача стоит – это отборочные на ПФО по ММА, где наши ребята будут отбираться в сборную области и участвовать на Привозском федеральном округе. В том году наши ребята заняли призовые места на ПФО, но на Россию пройти не смогли. В этом году, я думаю, что мы сможем прорваться, завоевать призовые места даже и дойти до первенства России. Чемпионат и первенство Привозского федерального округа по панкратиону пройдет в конце февраля в Казани. За это время практически все ульяновские бойцы примут участие еще в двух-трех турнирах. Согласно прогнозу синоптиков, 30 января в регионе ожидается потепление. Температура воздуха днем составит 0 градусов, ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok